Ласточкиные гнезда начинаются отсюда. Они достаточно прочные. В конце мая стало известно, что строительный кран нужно срочно останавливать. Общественники обнаружили в здании речного вокзала Ласточкины гнезда. Птенцам нужно было время на то, чтобы окрепнуть и улететь. Застройщик такую возможность, конечно, дал. Демонтаж здания приостановили. Популяция ласточек сохранилась. Это действительно беспрецедентный случай со стороны застройщика пойти на приостановку процесса строительства ради сохранения популяции, жизни животных и сохранения в целом алтайской природы. Практически два месяца мы мониторим движение птенцов. За это время практически все гнезда были сняты, пустые, опустевшие. И последний раз вчера мы осматривали оставшиеся гнезда. Они тоже остались пустые. Сейчас уже безопасно строительство. Пожалуйста, можно начать. Изначально орнитологи планировали, что птицы окрепнут уже через неделю. Но на это потребовалось два месяца. Все это время строители ждали. И сегодня с чистой совестью возобновляют работы. Сегодня мы приступаем к активной фазе демонтажных работ, которые будут разделены на два этапа. Первый этап – это демонтаж конструкции зданий выше нуля. Второй этап – это демонтаж конструкции ниже нуля. После этих работ начнется обустройство котлована. В целом здание демонтируют в течение одного месяца. Что касается сохраненных птиц, то благодаря слаженной работе неравнодушных общественников и строителей удалось сохранить до полусотни молодых ласточек, которые в следующем году построят гнезда где-то поблизости, возможно, даже под новым мостом. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.